Такой измерительный прибор, как тонометр, нуждается в регулярной поверке. Чем точнее его показания, тем яснее картина об артериальном давлении человека, а значит и о здоровье в целом. Важно проверять тонометры, потому что важно следить за своим здоровьем. Это первое. Конечно, обязательно нужно раз в год быть у врача. Доктор посоветует, нужно контролировать своё давление или нет. И в зависимости от этого будет и строиться дальнейшее лечение пациента. Поэтому, естественно, такой механизм, как самоконтроль, он важен. А для того, чтобы его делать правильно, нужно периодически проверять свои аппараты, потому что они, как и люди, тоже могут портиться. Сегодня на смену механическим тонометрам приходят электронные, где за точность измерения целиком и полностью отвечает электроника. В отличие от первых, они просты в использовании, однако погрешность измерений у них может быть выше. Важно не забывать вовремя менять батарейки, если тонометр работает не от сети. Когда вы выбираете тонометр, лучше отдать предпочтение всё-таки тем утверждённым типам средств измерений. Они прошли специальные процедуры испытаний в целях утверждения типа. Их метрологические характеристики подтверждены документально. Таких тонометров сейчас насчитывается более 300. Вы без труда их найдёте в аптеке. Информацию об этом вы можете найти в паспорте. Межповерочный интервал бытовых тонометров в среднем составляет 2 года. По истечении срока желательно обратиться в Центр стандартизации для проведения новой поверки. Росстандарт также проводит ежегодную акцию по поверке тонометров. Любой желающий может бесплатно проверить свой прибор, будь тортутный, электронный или механический тонометр, на точность измерений. Продолжение следует...